Медитация осознанности Есть прям чуть ли не правило глобальной монозадачности Все делать постоянно только одну вещь Идете по улице, концентрируетесь на своих стопах И получаете от этого удовольствие Никакой многозадачности Я решила проверить, правда ли это так вредно и так ужасно для нас, для нашего мозга Начала, естественно, читать интернет Первая ссылка, которая выходит в англоязычном гугле Это о том, что мультизадачность вредит мозгу Разрушает ваш мозг, вашу карьеру и жизнь Значит, таким образом я нашла три глобальных мифа в интернете Про многозадачность И они звучат следующим образом Это то, что многозадачность разрушает мозг Про то, что она снижает IQ И про то, что она вредит вашей производительности Разберемся с первым Многозадачность разрушает мозг Я нашла прям это исследование В котором сравнили людей, которые привыкли во время просмотра телевизора Что-то писать в интернете И тех, кто так не делает Обнаружили снижение объема серого вещества В одной маленькой области В передней поясной коре Случайно эта область отвечает за эмпатию и эмоциональный интеллект И в статье написали, что выводы делать рано И очень хочется лонгитюда, которых очень мало на свете Но, естественно, это дает повод научным журналистам Делать вывод о том, что многозадачность напрямую берет И разрушает вашу переднюю поясную кору Будьте осторожны Многозадачность снижает IQ Это моя любимая история Выборка исследований составила 8 человек 4 мужчины и 4 женщины Так случилось, что в Лондоне психолог поступил на работу Как служебный психолог в отделение лондонского Хьюлит Пэккард И его попросили доказать, что плохо отвлекать работников Во время выполнения их служебных обязанностей Не нужно им постоянно звонить и прочее Что он сделал? Он дал им два раза тест IQ Не один и тот же, разумеется Они могут быть уравновешенными по сложности И первый раз в комнате было тихо А второй раз их постоянно отвлекали звонками На которые нужно было отвечать И им приходили письма Что получилось? Получилось так, что они выполнили на 10 баллов в среднем хуже, чем в первый раз И поэтому Собственно, многозадачность снижает IQ Если вы, не дай бог Не знаю, пишите сообщение во время того, как что-то готовите То это будет очень некачественное сообщение Некоторые журналисты нашли нормы по интеллекту И так получилось, что это норма 8-летнего ребенка Так что будьте осторожны Многозадачность снижает интеллект до уровня 8-летнего ребенка Что еще она делает? По мнению журналистов Она равна по использованию марихуаны А также по недостатку сна После всей этой эпопеи в интернете Я нашла официальное заявление этого психолога Который сказал, что никакого отношения к этим выводам не имеет Но я думаю, понятно почему Так, ну и многозадачность вредит производительности Здесь не так все просто Здесь есть просто два вида многозадачности Это медиа-многозадачность Когда мы Вот это прекрасные истории про то, как люди пишут сообщения в торговых центрах Во время того, как идут по ним И падают в фонтаны Или когда мы отвлекаемся на телефон постоянно И эффективная многозадачность Когда мы, например, должны приготовить большой ужин У нас действительно есть план и все хорошо И у медиа-многозадачности есть определенная цена О которой я дальше скажу А у эффективной свои правила Так, цена медиа-многозадачности Здесь уже побольше выборка в исследовании Собственно, у медиа-многозадачных людей Было обнаружено снижение внимания Внимание их было легко отвлечь в эксперименте То есть они плохо игнорируют ненужное Они отвечают на все стимулы И из-за этого пропускают важное У них было хуже со запоминанием Также они хуже переключались с одной задачи на другую Кроме того, не тратили больше времени На свою основную деятельность в среднем Чем медиа-монозадачные люди И есть также привычка работать в такой среде То есть проверили тех, кто часто отвлекается на телефоны На сайты, на еще на что-то И тех, кто так не делает И стало понятно, что первые легко работают Легче работают, когда их отвлекают А вторые наоборот И здесь я лично такую провожу параллель Когда давно-давно делали эксперименты на память И мы лучше воспроизводим информацию В тех же условиях, в которых мы ее запоминали Допустим, запоминали, когда жевали жвачку И воспроизведем лучше в этих же условиях И тут как будто тоже среда начинает на нас влиять Но лучше не начинать Так, почему не стоит говорить по телефону за рулем Это то, на чем очень многие исследования многозадачности построены Здесь уже огромные выборки Потому что это связано с законодательством По крайней мере в Америке Вводить ли гарнитуры Можно ли использовать гарнитуры в автомобиле и так далее Проверяли на симуляторе Во время разговоров телефонов Существенно снижалась скорость реакции Также плохо запоминались как важные Так и неважные объекты на дороге То есть мы их вообще там в таких условиях не варьируем У нас ребенок стоит на обочине Или у нас какой-то рекламный щит яркий Ни то, ни то не запоминалось Снижалась интенсивность ответа мозга На такой стимул, как тормозные огни машин И машин, которые были перед водителем Вот, собственно, насколько влияло прослушивание разговора Мы видим, что действительно активность очень сильно снижается Здесь 37% где-то Вот снижение интенсивности ответа Вот красные точечки Это когда отвлекали водителя А черные, это когда он не отвлекался и был сосредоточен Вот такое получается сужение поля внимания Вообще не видим велосипедиста Ну, а разговор в машине, как оказалось, не влияет Если, конечно, это вот не такие сценарии То есть, в принципе, пассажир, который сидит рядом Он как дополнительный контроллер должен быть Но не перегибайте Как же работает мозг в многозадачном режиме? У мозга есть два существенных ограничения Это ограничения так называемой полосы пропускания То есть у нас все-таки проведение сигналов Во время многозадачной работы становится замедленным И подверженным ошибкам Но возможна компенсация То есть синхронизация между частями мозга Которые ответственны за эти две задачи Ограничения по мощности также есть Кажется, что вот все просто У нас есть одна зона отвечает за одну задачу Есть вторая зона отвечает за вторую задачу Если мы делаем две одновременно Значит, в принципе, должно активироваться в обоих местах И так же, как при монозадачности Но нет, мозг активирует меньшие объемы того и другого И также есть некая бутылочная горлышко Или естественный тормоз Это наша префронтальная кора Которая вот и ответственна за те самые задержки Когда нам дают две задачи И мы не понимаем, что с ними делать Как себя организовать Вот, собственно, еще раз про то, что активируется Насколько меньше активируется При многозадачном режиме Тут опять водители Вот та самая префронтальная кора Которая этим занимается торможением И вот это совсем недавние данные О том, что у мозга есть такая стратегия Разделять и властвовать Тоже смотрели на префронтальную кору Еще нашли, правда, там, что участвуют Теменные зоны И даже подкорковые структуры Сделали двоякий вывод Они тренировали людей В течение трех дней И поняли, что Ну, выполняются две задачи Собственно, одновременно И поняли, что у них Действительно снизилась активность В префронтальной коре Но она не просто снизилась То есть не только пропала Необходимость такого сильного контроля За этими двумя задачами Но и она как бы разделилась на две части То есть мозг стал контролировать Их обе одновременно Это пока такой Немножко спорный, может быть, вывод Но тем не менее он есть Я думаю, они просто продолжат эти исследования Кому интересно, они в Австралии живут Нужно им помогать Вот сеть, которую они нашли Что про тренировку многозадачности Во-первых, она ежедневно происходит у вас на работе И важен опыт Видеоигры О них чуть попозже И специальные тренировочные задания В лабораторных условиях Но там есть одно ограничение Снижается до скорости ответа На обе эти задачи Но, к сожалению, не так точно люди выполняют Так, про эффекты тренировок в лаборатории У них действительно снижается Активация в этой префронтальной коре Мы меньше тормозим А у тех, кто, собственно, показывает плохие результаты У них там очень повышенная активация И Также Мозг лучше синхронизируется после них И тем, что меньше активирует префронтальную кору Тем самым расходует меньше своих ресурсов Про видеоигры Про них вообще рассказывать Как про то, что нам каждый день необходим бокал вина Ну, такая спорная информация Вот Про видеоигры также Они действительно улучшают Избирательное внимание И скорость обработки информации В нескольких исследованиях Зафиксирован, правда, перенос в реальную жизнь У игроков тоже так же снижается активация префронтальной коре И в зонах, которые отвечают за эти задачи То есть они более экономны И схожие изменения были и у опытных пилотов В другом исследовании сравнивали Вот тех медиа многозадачных Которые все время отвлекаются И геймеров И последние также показывают лучшие результаты Про эффекты тренировки Многозадачности Ну, это тоже про Про более эффективное использование ресурсов мозга Так Я подошла к концу Заветный слайд Правила эффективной многозадачности Сначала упражняться в выполнении каждой из задач Потому что вот то исследование Где тренировали людей 3 дня В выполнении нескольких задач одновременно Показало, что наилучшие результаты Когда сначала они все-таки тренировали их по отдельности Эти две задачи Заранее продумывать стратегию То есть это дополнительный сознательный контроль на первых этапах Автоматизировать некоторые навыки Ваши задачи не должны конкурировать за рабочую память Пример конкуренции за рабочую память Это когда вы подходите к холодильнику Открываете его и понимаете, что вы не знаете, зачем вы сюда пришли Потому что у вас есть конкуренция Попробовать себя в видеоиграх Может быть, кому-нибудь Не путать медиамногозадачность и эффективную многозадачность Первое, это просто вы отвлекаетесь Второе, это вы действительно учите свою мозгу работать И не говорить по телефону за рулем И не печатать сообщения во время разговора с мамой Многозадачность такая В личных отношениях Ну, это совсем плохо Так что спасибо вам большое за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!